Здравствуйте! Вы смотрите проект в гости. Сегодня с нами Наталья Киличихина, которую в мире брекинга знают под именем Кастет. Здравствуйте! Здравствуйте! Наташа? Биг Ёл Кастет – первая среди девушек-танцоров, двукратная чемпионка мирового турнира по брейк-дансу. Начала танцевать брейкинг с 12 лет в родном Краснодаре. За 10 лет занятий танец стал больше, чем просто увлечением, скорее, образом жизни. В 2019 году Кастет выиграла мировой финал Red Bull BC One, а спустя год вернулась и триумфально защитила свой титул чемпионки. Начнем вот прям с очевидного. С Владивостока впервые ли вы здесь? Какие первые впечатления? Да, я первый раз во Владивостоке. Пока трудно сказать о своих впечатлениях, потому что джетлаг дает о себе знать. И вчера у меня был день, чтобы погулять, но гуляла я на таком достаточно вялом состоянии. Какова ваша цель и ваша миссия приезда сюда? Посудить чемпионат, познакомиться с городом и местными танцорами, дать еще мастер-класс. Вообще вы родом из Краснодара, и те, кто следит за танцами, наверное, об этом знают. Насколько там вот эта субкультура именно брейкинга или хип-хопа как такового была развита, когда вы начинали этим заниматься, и как она, может быть, подросла вот с тем, что вы этим занимаетесь? Изменилось ли что-то? Когда я занималась, мне кажется, что это было более развито, и было больше школ. Людей в возрасте 15-16 лет, которые занимались. Сейчас много детей и много детских школ, но подростков в этом возрасте, как 15-16 лет, не так уж и много. Что как-то мои победы повлияли или нет, не могу сказать, проанализировать. Возможно, мало времени пока прошло для этого, чтобы сказать и подвести какой-то итог. Ну вот о победах уже мы начали говорить. Их, конечно, нельзя не затронуть. Вы обладатель уникального титула. Во-первых, вы первая русская девушка, которая стала чемпионом мира. Потом еще и подтвердила свой титул через год. Я, знаете, обратила внимание, что те интервью, которые выдавали после первой победы, они такие более эмоциональные, более отрывные. После второй победы уже больше было разговоров о духовном росте, о каком-то своем становлении, о видении. Вот это действительно какая-то такая ступенька, через которую вы прошли, через внутренний определенный рост? Конечно, конечно, это, мне кажется, основное, что было. Хотя и там, и там присутствовали духовные аспекты, потому что без них никак. Но вторая победа была больше о духовной победе. Продолжение следует... Я знаю, что в детстве вы начинали со спортивных бальных танцев, да? Потом было увлечение спортом. И вот где-то в возрасте лет 12, да, наверное, вы приходите в брейкинг. Да. Вот когда поймали себя на том, что хочется не просто заниматься в удовольствии, а вот как-то расти и ставить какие-то цели и участвовать в определенных контестах? Мне всегда было интересно расти и развиваться, но из-за того, что я эмоциональный человек, вот буквально до 20 лет, до 19, мне постоянно хотелось бросить брейк. Потому что там что-то не получается, и ты думаешь, что это не твое. Я не знаю, всякие разные мысли лезут в голову, и ты думаешь, все, я бросаю. А такая прям твердая уверенность была после чемпионата во Франции, Battle of the Year, когда там я именно почувствовала, что нет, вот это мой путь, и мне хочется идти, мне хочется развиваться дальше, несмотря ни на что, несмотря на эти внутренние слабости. Мне хочется их преодолевать и развиваться в танце. Если кто видел ваше выступление, что вот в первом финале, что во втором, это абсолютное ощущение, что вы делаете это кайфуя от самого процесса, это аутизарная открытая улыбка, это выражение эмоций своих максимально. Мое видение такое, что танцовщик должен быть настоящим и искренним в своем искусстве, поэтому именно искренние мои эмоции, с которыми я танцевала, что в первый раз, что во второй. И как ни странно, на больших чемпионатах, таких как Red Bull, BC One, мне гораздо проще расслабиться и наслаждаться, чем на каких-то манях. Интересно, а вы думали, почему? Вот это для меня философский глубокий вопрос. Но у меня есть предположение, что на этих чемпионатах не страшно проигрывать. Ты как бы и так тоже высокий уровень, ты и так уже на чемпионате классном. Даже если ты проиграл, ты и так уже в топ-16 мировых биггерл. Я думаю, из-за этого. А вот этот кураж, он появляется сам собой или есть какие-нибудь маленькие ритуалы или какие-то, не знаю, там, ходить музыку определенную послушать, там, несколько минут перед выходом на баттл? Да, именно это. На баттлах не всегда бывает музыка, которая тебя заряжает, но у меня есть разная музыка. Она меняется постоянно от периода, который меня заряжает, до мурашек, до вот сияния внутреннего. Поэтому, да, можно сказать, у меня есть ритуал послушать музыку, которая меня зарядит перед баттлом. Если говорим про сам баттл, ведь это тоже разговор языком тела, языком танца. И как бы стратегию этого разговора каждый танцор может выстраивать по-своему. Вот у вас есть какие-то определенные приемы, как вам нравится выстраивать баттл, быть более дерзкой, где-то чуть-чуть прессинг? Какое ваше ощущение? Да, мое ощущение – это быть в моменте, смотреть, какой мой оппонент. Он сам дерзкий, и мне хочется, ну, как-то подшутить над его дерзостью. Либо если он там переживает, как-то с этим сыграть. Просто быть в моменте, быть живой и играть с обстоятельствами, которые вокруг меня. Я думаю, это моя тактика. Я думаю, что вы сейчас много достаточно путешествуете по миру, да? Вот можно ли сказать, где вот эти очаги хип-хоп-культуры, брейкинг-культуры, они сильнее всего? Ну, однозначно Россия. Страны СНГ, в Украине много хороших танцоров, в Азии много, они очень сильные и очень трудяги. Вот Корея, да, насколько я знаю, очень развивает? Корея, Япония, да и в Китае. Просто вот я бы выделила Азию, насколько они мощные. В Европе есть, ну, везде есть свои, но я бы сказала, если вот так, то это Россия. На сегодняшний день, после двух побед, после того, как вы оказались в команде, как же она называется, Red Bull? BC1 All Stars. All Stars, да, когда вы оказались в команде всех звезд, какой это образ жизни? Ну, вот если так, для человека, которому интересно узнать. Ух, недавно я была в Москве на съемке и в момент я забыла, в каком городе я нахожусь. Потому что за буквально пять дней у меня было, ну, около, туда, где-то восьми перелетов. Я была на Красной Поляне, у себя дома, в Москве и обратно в Москву. И вот это все, примерно вот такой вот ритм у меня. Сейчас пока это все на драйве, вам нравится то, что жизнь у вас такая гиперактивная? Да, нравится, но эмоционально становится тяжело и хочется просто отдохнуть без никого, без людей, без шума и просто восстановить энергию. Вообще понятно, что для того, чтобы классно танцевать в стиле брейк-данс, для этого нужна очень серьезная физическая подготовка. И плюс, получается, наложение, да, с одной стороны, очень активный образ жизни у вас, с другой стороны, необходимость поддерживать форму. Как вы находите этот компромисс и каким образом ее поддерживаете? Да, просто пытаясь тренироваться где угодно. Сегодня, к примеру, у меня было 20 минут свободных, и я думаю, так, надо позаниматься йогой. И я такая, опа, занималась в аэропорт. Приехал, весь затек, устал, нужно чуть-чуть потянуться. Потом на чемпионате, все равно, это не тренировка, но ты там танцуешь. Своего рода тренировка. Трудно вообще держать этот баланс, потому что от частых перелетов ты заболеваешь от большой нагрузки. Пять дней на восстановление, и вот это все. Я только учусь искать, учусь поймать этот баланс, но у меня не совсем получается. А вообще на том уровне, на котором сейчас находитесь вы, это уже речь идет о самосовершенствовании? Или нужен какой-то тренер, наставник, тот, кто со стороны будет смотреть и направлять? Лично для меня есть люди, которых я уважаю, и их мнение мне важно. И мне кажется, так будет всегда для меня. Возможно, эти люди будут меняться, но, конечно, мне важно услышать что-то, взгляд со стороны, потому что объективно оценивать себя я не умею. Поэтому, конечно, взгляд со стороны нужен. Кстати, вот этот момент, то, что я говорила, те, кто следили за чемпионатами, с восхищением смотрели на то, как проходят баттлы. Вы, естественно, участвуете там постфактум. Есть желание пересматривать, анализировать? Или это болезненно, или это, наоборот, интересно? Это болезненно. Я не могу смотреть на себя, на видео. Да, должно пройти, ну, может быть, там месяц-два, чтобы я смогла посмотреть, а часто я вообще не смотрю. Но я понимаю, что это плохо, потому что, ну, конечно, хорошо бы посмотреть и сделать работу над ошибками, но мне слишком болезненно смотреть на это. За пределами брейкинга, я знаю, вы, наверное, уже дипломированный специалист в области живописи и графики, да? Угу. Так или иначе, я знаю, что в университете вы учились. Учусь. У меня пятый курс, и вот у меня диплом сейчас. И я пока не знаю, как я его буду защищать. Вот, ну да, я учусь на педагога изобразительного искусства. Вы же не случайно выбрали, да, вот такую профессию? Значит, вам необходимы какие-то эмоции и такого рода? Да, 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 конечно. Вообще, когда я выбирала, куда мне поступать, у меня был критерий, что мне хочется развиваться разносторонне. И у меня были мысли, может быть, хореографические, либо, ну, что-то с физкультурой связано. Я подумала, нет, хочу другой взгляд на творчество, и поэтому художественно-графически. Конечно, мне это помогает. Я мало рисую, но ментально у меня есть вот это мышление художника. У меня есть тяга к музею, к живописи, к искусству, просто к отношению цвета, света и визуальной красоты. Если брать мировую художественную культуру, кто ваша любимая живописца? Мне нравится русская живопись в конце 19 века. Ну, и импрессионисты французы. Если полистать ваши соцсети, то видно, что вас нередко приглашают в качестве моделей участвовать в определенных роликах, съемках. Как вам в этом качестве? Да, мне интересно играть с камерой, но модели у меня как бы трудно себя назвать. Это просто какие-то съемки. Ну, они вполне такие фэшн некоторые, прям очень даже концептуальные. Ну, может быть, может быть. Да, это приглашают друзья, кто-то из друзей предлагает пофоткаться, какие-то заказы по работе, разные варианты. Можете вспомнить какую-то самую необычную, где вы сами себя удивили, где, может быть, был образ настолько необычный, непривычный? Недавно у меня была съемка во Франции для французского национального телевидения. И эта съемка проходила в Национальном музее Нанта. Это же академическая живопись, все. И для меня на данный момент это была лучшая съемка, потому что я мечтала снять брейк в музее, и там все настолько сошлось, что это музей, во-первых. Во-вторых, он был закрыт, там не было людей. В-третьих, брейк, и в-четвертых, музыка, под которой я танцевала. И тут, наверное, просто о общем впечатлении, которое у меня сложилось после этой съемки. Она не была какой-то супер необычной, но эстетически для меня она была потрясающей. А если говорить в целом о стиле, ну даже в том числе о внешнем облике, да, который вот вы транслируете и в жизни, и на танцполе, это вот одна культура, да, внутри которой вы находитесь? Или вы любите иногда, грубо говоря, надеть там романтичное платье и почувствовать себя совершенно в другом образе? У меня нет ограничений в одежде, что так, я должна одеваться только как люди в хип-хоп-культуре. Я одеваюсь по своему ощущению, и оно может быть разным. И, конечно же, я могу надеть платье романтичное, но просто одеждой и своим стилем хочется вызвать какую-то эмоцию, и не обязательно такую, типа, вау, красиво. Может быть, типа, что это? Что она надела? Это что? Бездомный человек? Это бомж? Это бабушка? Вот, ну, в общем, эмоции вызывать надежды. Я знаю, вам часто задают этот вопрос, но мне кажется, не лишним будет. Псевдоним, который мы озвучили в начале нашего разговора, Костет, он и брутальный, и дерзкий, да, это определенный вызов. Все это вам хотелось заложить, когда вы выбирали свое сценическое имя? Получилось так, что девичья фамилия Костюкова, и друзья начали меня звать то Костик, то Костет, и, а до этого я была Big Girl Натаха, что ли? Я не помню, но это звучит странно. Вот, и начали Костиком, Костет, и такая, о, мне нравится, и вот в очередной батл нужно как-то себя назвать, и я назвалась Костет. И, в принципе, прижилось. А насчет дерзкости, да, у меня были мысли, типа, о, это звучит опасно, я буду опасной, но как по факту так не оказалось. Производная от фамилии. В общем, имя нашло вас само. Да, да, да. Я еще читала забавную историю, что на французском языке, да, у этого никнейма есть классный перевод. Вот, знаете, я сначала думала, что он классный, потому что говорят, это головоломка, типа, круто, я такая, вот, я необычная, знаешь, ну, на французском. А потом мне сказали, что головоломка в плохом смысле, когда ты долго мучаешься над какой-то вещью, и ты такой, блин, да я не могу это сделать, и это в негативном значении. Ну, я такая, ну, ладно. Каждый человек по-разному транслирует. Мне кажется, это как в русском языке, есть слова, которые, это может быть и плохо, и хорошо, для кого-то плохо, для кого-то хорошо. Да, каждый какой-то свой контекст. Да, поэтому для меня это, что это, я как сложная головоломка на французском языке. Да, я, кстати, когда прочитала, я тоже именно так это и для себя интерпретировала. Хорошем. И вот я тоже. Здорово. Я желаю вам приятных эмоций от Владивостока, знакомства с классными людьми, и спасибо, что нашли время к нам заглянуть. Спасибо большое за приглашение. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!